Ну вот, флаг Германии, скажете вы. Нет, флаг западной Суматры, скажут индонезийцы. Прекрасная Индонезия в миниатюре находится прямо посреди трущоб Джакарты. Еще бы, ведь общая площадь парка составляет около 150 гектар. Кстати, в Джакарте впервые поселился по каучсерфингу. Парень индонезиец учится и работает в Джакарте, специально снимает дом и безоплатно вписывает путешественников со всего мира, чтобы иметь возможность общаться с иностранцами и познавать из общения мир. Спасибо ему за приветливость, гостеприимность, доброту и приятно проведенный вечер. Мир будет намного лучше, когда люди будут добры друг другу. Парк миниатюр в Джакарте. Как заходить туда нужно? Как мы брали штурмом Промбанан и Барабадур, чтобы сэкономить 180 долларов на входных билетах, вы можете посмотреть других видео на канале. А здесь входной билет стоит адекватно около 3 долларов за посетителя. По карте мы отправлялись к одному из многочисленных входов, но оказались в тупике, просто улица, перегороженная высоким забором. Недолго понаблюдав за местными жителями, которые ловко и спокойно перебираются через этот высоченный забор, мы решили, что искать другой вход смысла нет. Тем более время в Джакарте у нас ограничено. Да и сам парк вскоре закроется. Здесь такой выложен водоем и острова. Острова в виде островов Индонезии основных. Вот можно прокатиться на канатной дороге и посмотреть все с высоты. Идея строительства парка была предложена первой леди Индонезии, Сити Хартина, в 1971 году, с целью продемонстрировать все этническое, культурное, религиозное и природное разнообразие народов, населяющих архипелаг. Всего лишь через 4 года парк был открыт для посетителей. Такой вот домик на куриных ножках, можно сказать. На сваях, на длинных причем. Вон Танюха решила забраться на самый верх. Довольная. Танюша. Зачем нужно было лезть туда, если можно было по лестничке подняться? Танюш, скажи. Это неинтересно. Вот. Тут такой зал просто с этими, с национальными, народными одежками. Такой вот древний ткацкий станок. Кусочек ковра. Горшочки глиняные, керамические. Вот, кстати, пряжа, смотри. И прочие атрибуты древности, так сказать. Лестница с таким вот верхом. Ну, из домика вот такая вот лестница и спускается. Крыши очень интересно так сделаны. Дранка такой вот формы интересной. Субтитры создавал DimaTorzok Вот бывают и гостеприимные индонезийцы. Сфотографировал нас дядька. Сейчас вот чипсов угощает нас. Такое вот прикольное место для свадебных церемоний. И оказывается, флаги западной Суматры, такие как в Германии. Черное, красно-желтое. В общем-то, тут очень много видов транспорта. Во-первых, такая вот железная дорога. Во-вторых, такая железная дорога. В-третьих, лодочки на озере. В-четвертых, подвесная канатная дорога. Вот они уже сейчас стоят, не работают. Вагончик вон висит. И, в общем-то, множество байков, автомобилей, такси и так далее. Территория парка довольно-таки огромная. Так что ехать сюда лучше всего, наверное, на день. Вот угощают нас индонезийскими макаронами. Как ты это называешь? Да. Какой назван это? Макароны? Макароны! Макароны! В Джакарте нет метро, но есть такой вот скоростной трамвай. С такими вот билетами. Вот такие вот в Джакарте автобусы. С высокими дверями и специальные остановки. Ну, высота где-то около метра. Борожка. А это вот остановка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»